Открытый диалог. В зале представители практически всех крупных застройщиков, которые работают на территории микрорайона Южный, куда входят крупнейшие на сегодня спальные жилые районы 3А и 3Б. При этом активное строительство здесь идет до сих пор. Все ваши строительные грузы и машины по доставке данных грузов сейчас следуют по улице Ленина, Аминькова, Владимирской. Вы сами видите, что эти улицы у нас в пробках стоят, дороги развиваются. Основной поток строительных грузов есть возможность направить через улицу Родовного, но ее нужно делать. Поэтому мы вот этот вопрос с вами, господа застройщики, хотели переговорить, чтобы вы приняли совместное решение о долевом участии в построительстве этой автодороги. Помощи застройщиков ждут и в строительстве социальных объектов. Уже сегодня единственная в микрорайоне 7-я школа работает с повышенной нагрузкой. Участок, где по генеральному плану должна быть новая школа, расположен на улице Ленина. Проект дорогостоящий, только лишь на средства муниципального бюджета. Его не реализовать. По словам представителя компании «Славянский дом» Сергея Лескина, условия участия застройщиков в строительстве школы можно обсуждать. «Славянский дом» сегодня выступил инвестором при решении проблемы долгостроя на перекрестке улиц Ленина и Амелькова. Коробку дома, которая стояла открытой более 10 лет, сносят. Здесь построят новые дома с инфраструктурой. Предполагается размещение и помещение под размещение детского сада, уже предусмотренным проектом, более 700 квадратных метров. На сегодня в реестре обманутых дольщиков более 80 человек. Каждый получит метры в уже готовом объекте, в зависимости от объема подтвержденных платежей. Есть возможность доплатить или взять ипотеку. Десять лет назад Валентина Маркова внесла около 1 миллиона рублей. Настроение теперь, конечно, прекрасное. Теперь все рады. Я общаюсь со всеми людьми. Очень много телефона, электронка. Люди с Сахалина сейчас приезжают, с Нижневартовска, с Соймякона. Я даже не знаю, тут получается вся страна. Какая-то многонациальная стройка и многострадальная. С каждым проблемным объектом незавершенного строительства работает администрация Анапы. По поручению главы курорта Юрия Полякова реализуется комплекс мер. Там, где застройка, процент готовности зданий высокий, но есть затруднения в получении технических условий, мы оказываем всяческое содействие для получения этих условий. Там, где необходимо достраивать объекты, собираются совещания, проводятся с застройщиками, привлекаем инвесторов. По двум таким объектам, по улице Владимирская, 144 и по Амельково, нашлись инвесторы. И до первого квартала 2018 года, точнее в первом квартале 2018 года, данные объекты будут исключены из реестра обманутых дольщиков. При активной работе до конца 2020 года строительство всех недостроенных объектов, где нарушены права граждан, будет завершено. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Александр Кореневский. Анапа. Регион.